Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. У меня уже практически сел голос, потому что сейчас глубокая ночь. Я сижу записываю ролик, для того чтобы вы смогли его сегодня посмотреть. Но это не страшно, потому что я люблю это все делать. И мне это приносит невероятное удовольствие. И хочется сразу сказать всем вам, каждому, кто меня вчера поздравил, столько приятных теплых слов. Вы просто не представляете, каким же счастливым вы делаете меня. Вот казалось бы, просто уделить человеку внимание, поздравить его с днем рождения. И я понимаю, что это не просто слова, это действительно искренне от души. Я это чувствую. Вообще вот за все это время, пока я нахожусь вот на ютюбе, в блогерстве я понял одно, что если человек, который вещает, блогер, он искренне это чувствуют люди. И это очень важно в этой профессии. Как видите, у меня это получается. Хотя для меня, признаюсь честно, это тоже не так просто и легко было. Потому что я достаточно закрытый был в последнее время и такой скупой на эмоции и не позволял себе лишнего слова сказать или что-то показать. А здесь я тут, понимаете, прям душевным экзбицинизмом занимаюсь. Но самое главное, что мне это нравится. Кто-то говорит, что я там гештальты закрываю. Это не имеет никакого значения. Самое главное, что я получаю удовольствие. И еще самое главное, что это удовольствие я приношу вам и даже пользу. В общем, всем вам, дорогие мои любимые, спасибо за каждое ваше теплое слово и за все ваши поздравления. Я старался ответить всем. Возможно, я кого-то пропустил. В любом случае, не обижайтесь. Я вам всем благодарен. От души. Искренне. Вы не поверите. Мне даже вчера позвонили с работы. Да, с той самой работы. С отеля, представляете? Позвонила вчера коллега моя. Поздравить меня с днем рождения. Это было очень приятно. Мы так немного поговорили. Она мне так рассказала немножко, что там, какая информация сейчас происходит. Какая ситуация точнее. Я думал, если честно, что они вообще не работают. Оказывается, работают. Ну, естественно, людей практически там нет. В основном там живут сейчас журналисты зарубежные. В принципе, как я и предполагал. Такая же ситуация была и в 2014 году, когда начал сам Айдан. Была ровным счетом та же ситуация. Жили только в основном журналисты и больше никого. Вот сейчас то же самое. Ну, и также она рассказала, что моя бывшая любимая начальница уже там не работает. Ну, по крайней мере, сейчас ее нет. Она уехала в Австрию. Она теперь работает в австрийском отеле этой сети. Я, кстати, был в Австрии в этом отеле в Вене. Очень красивый отель. И знаете, кстати, в чем разница? Я даже вчера и говорил. Вот ты знаешь, когда я спустя какое-то время, где-то через 5 лет, я проходил мимо отеля, я решил зайти туда. И на входе ко мне тут же подбежали вот эти быковатые охраны, с которыми я вечно воевал. Они меня просто раздражали, честно. Вот как будто они какие-то отбитые. Господи, прости меня. Я хотел зайти в отель, посидеть в баре. Я только иду, а они вот прям встали. Вы куда? Зачем? Что такое? Думаю, что вообще происходит? Уже что? Все тренинги забыли проводить? Все забыли, как нужно встречать гостей или что? Я гость, вы меня даже не знаете. Я иду туда, куда иду. Ну, наверное, на мне не было Луи Виттон или я на Бентли приехал, поэтому они решили, что может быть я какой-то там стрёмный, подозрительный чел, который решил пробраться к ним в отель и обократь. Я еще помню, захожу, а я еще хотел зайти по нужде. Природа, так сказать. Поклый к природе. А я думаю, а что я буду ходить вот это в биотуалеты? Я вспомнил, это была зима, рождественские праздники, и как раз много людей там гуляло. Я думаю, не пойду я в биотуалет. Я что, не могу себе позволить зайти в пятизвездочный отель, в котором я почти восемь лет отпахал? Могу, я там все знаю. Я захожу, они меня не хотели пускать. Я говорю, так, дорогой, ну-ка отошел в сторону. Он говорит, ты куда? Говорю, туда. Вы к кому? Вы тут живете? Говорю, неважно. Он мне такой, говорит, я могу вам чем-то помочь? Говорю, можешь купить квартиру напротив. А так, в принципе, больше ничего. Он такой на меня стоял, смотрел. Думает, что это такое? Что за борзый какой-то? Я как раз захожу, смотри, там на рецепшене стоит моя коллега. Мы с ней мило пообщались, в общем. Да, я там не захотел оставаться. После такой встречи на старте в отеле уже ничего не хочется. Ну, вот так вот. Видите, как все поменялось. Нас всегда, я помню, учили на тренингах, что мы не встречаем гостей по одежке. Это было важным правилом, которое должны были усвоить все. Но, видимо, спустя долгое время что-то изменилось. А вот когда я заходил в этот же отель в Вене, когда я там был, шикарное, кстати, помещение, здание, очень красивое. Я зашел, я устроил там фотосессию, я ходил везде. Ни слова мне не сказал ни один охранник. Ни слова. Никто ничего мне не сказал. Вот называется «Почувствуй разницу». Так вот, моя коллега мне вчера сообщила, что наша бывшая начальник уехала в Австрию. Думаю, о, понятно. Ну, думаю, там уже, наверное, у нее не получится вести себя так, как она вела себя в Украине. А самое главное, что директора дела в кадров, та самая невменяемая. По-другому, простите, я не могу сказать, она правда невменяемая, это знают все. Она вообще перебралась в Лондон, и теперь она там работает. Я очень рад. Вы знаете почему? Потому что я знаю, что, насколько мне известно, в Англии и в других европейских странах ей не получится себя так вести. Она же привыкла вершить судьбы, думая, о, пусть она там посидит, так сказать, на одном месте ровно, и там у нее уже точно не выйдет вот эту всю устраивать непонятную историю. Короче, вот такие вот перемены. Ну, естественно, там сокращения были и все такое прочее. Но самый приятный момент был, знаете, какой? Она говорит, ты знаешь, там же лежат до сих пор вот эти папочки, тренинги, которые я составлял, я их собственными ручками печатал, все это писал, все это создавал, придумал для того, чтобы облегчить работу всем. И тем, кто там есть, и тем, кто там еще будет после меня. Короче, они по моей вот этой всей методике, методичке работают до сих пор. Они говорят, это твоя папка, и каждый раз, когда я ее беру, я сразу вспоминаю о тебе. Я говорю, боже, как приятно. Все-таки не зря я там был, видите, принес пользу до сих пор уже, несмотря на то, что сколько уже лет прошло? 8 лет уже прошло, как я там не работаю, а мои методички, мои работы, мои тренинги сохранились. И это прекрасно. Все это было не зря. Ну, конечно же, я там повстречал огромное количество замечательных людей, с которыми мне было так интересно. Конечно, в силу событий, вообще вот по жизни так происходит, что кто-то уезжает, переезжает, выходит замуж, женится, переезжают в другие страны, на другие континенты. Но тем не менее, в моей памяти эти люди всегда останутся. Я всегда вспоминаю с хорошими, такими теплыми ощущениями. Такая приятная ностальгия. Так что вчера вот позвонила моя коллега, поздравила меня с днем рождения. Это было очень приятно. Оказывается, там уже многие знают, что я веду канал. Она говорит, я тоже подписана на твой канал. Правда, она, наверное, я так понял, не смотрит его, но подписалась. Другая коллега тоже хочет подписаться. Ну, я так понял, вторая начальница тоже меня смотрит. Ну, и другие люди. Вот так вот, друзья. Упустили такой важный кадр. Сейчас мне опять напишут, у него точно мания величия. Друзья, по поводу сказки, это странно было вчера слышать комментарий о том, что я в третьем лице говорю, ну, так это же логично, это же была сказка, как будто я ее рассказываю о ком-то. Хотя она была, понятное дело, обо мне. Ну, как бы, если бы я даже рассказывал другую сказку, она бы звучала именно так. Поэтому странные были комментарии, но я не обижаюсь. Как сказал Киркоров, я вам прощаю. Боже мой, куда мне несет? Так все. В общем, друзья, очень приятно, что тебя помнят, что твои труды кому-то до сих пор пригождаются. Я правильно сейчас сказал? Есть такое слово, пригождаются? В общем, не важно. Я просто уже немножко торможу, потому что ночь. Еще раз хочу сказать всем и каждому большое спасибо. Вы сделали мой день счастливым. Несмотря на то, что я работал и до сих пор работаю, но это такие приятные, приятные хлопоты, приятные моменты. А еще я тут недавно, кстати, посмотрел небольшой мини-сериал. Вот все-таки умеет иногда Netflix меня удивить. Но его можно найти где-то и в другом месте, как говорится, неважно. Самое главное, что этот мини-сериал, там всего 4 серии и все, как мы с вами любим, на реальных событиях. Называется «Когда они нас увидят?» 2019 года. Это реальная история, которая произошла в Америке в 1989 году. Я не буду спойлерить, просто посмотрите. Но я, конечно, после просмотра был, как обычно, возмущен. У меня аж мое чувство справедливости обостренное. Я думаю, ну как, ну что, ну как это вообще возможно? Короче, друзья, «Когда они нас увидят?» 2019 год. Посмотрите этот фильм, точнее мини-сериал, там всего 4 серии. Я думаю, что многим он обязательно зайдет. На Netflix он есть, но только на английском языке. На украинском и русском там нет перевода, поэтому можете найти где-нибудь в другом месте. Как это делаю я, если я не могу смотреть на английском? Называется «Подключил Netflix» и все равно смотрит на пиратских сайтах. Ой, я не могу. Ну хоть Netflix мне трейлеры там показывает без рекламы, и уже на этом спасибо. Вот такой вот был у меня день. Чудесный. Конечно, никакого празднования у меня не было, поскольку все работают, само собой. Боже, я забыл сказать самое главное. Целый месяц я не видел солнца. Честно вам скажу, это кроме шуток. Я посмотрел даже недавно специально прогноз погоды, я так посматриваю, выглядываю, когда там солнце будет, чтобы понимать, в какой день мне нужно пораньше встать и выбежать на улицу. И я посмотрел, и погода показала, что это будет только во вторник, на следующей неделе. Но что происходит в мой день рождения? Я просыпаюсь, друзья, реально клянусь, солнце светит так, что я вам просто передать не могу. Это было прекрасное начало моего дня рождения. Вот такой подарок мне сделала природа. Честно. Случайность, это совпадение, это не важно. Я это воспринимаю как чудо. Поэтому мне было приятно, а потом столько приятных слов от вас растрогали меня. Поэтому, если вдруг я кому-то лично не ответил, не обижайтесь в никаком случае. Я старался ответить всем. Вы же знаете. Всем спасибо еще раз за поздравления. На этом мое вступление заканчивается. Напоминаю, что здесь есть тайм-коды. Также я напоминаю, что нужно включать VPN, если у вас нет рекламы, если вам он необходим. И, конечно, по возможности просматривайте рекламы. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте комментировать все то, что я здесь вам рассказываю. А всем, кто это делает, большое вам спасибо. Это невероятная поддержка и подарок от вас мне. Всем приятного просмотра. А теперь погнали по новостям. Максиму Галкину заморозили финансовые активы у себя на родине. Вот такая информация сейчас появилась. Ну, в принципе, это меня нисколько не удивляет. Надеюсь, что все это как-то решится. В любом случае, Макс очень талантливый, поэтому... Я, знаете, тоже был в такой ситуации, когда терял. Неприятно. Но, тем не менее, ничего. Хорошим людям, талантливым всегда везет. Заработаем. Я всегда так говорю. Заработаем еще. Главное, чтобы были здоровы. Аня Лорак, похоже, все-таки, то ли определилась, то ли не определилась. Я ничего не понимаю. Она постит сначала одни посты, перебирается плавно в Испанию, а здесь появляется информация о том, что 7 декабря она будет выступать в сборном московском концерте. По крайней мере, и в афише она еще присутствует. Появится она там или нет? 7 декабря уже вот-вот на носу. Ну, не знаю. Друзья, если она там выступит, конечно, выступит, да и выступит. Я без слов. Канни Уэст, видимо, не сделал выводов из предыдущих отмен и сделал очередное заявление. Он публично выразил свою симпатию к Гитлеру. И вот, что он сказал. Вот такие вот заявления очередные странные прозвучали в адрес Гитлера от Канни Уэста. Тут, я думаю, сейчас его окончательно отменят. Боже, я не знаю, зачем он эту тему вообще поднимает? Но даже если ты им восхищаешься, ну, есть такие вещи, мне кажется, о которых, ну, просто не стоит говорить вслух. Особенно с учетом того, что шумиха еще даже не улеглась после предыдущих твоих громких заявлений. Зато, несмотря на то, что он признается в любви, так сказать, к Гитлеру, при этом он призывает публично устроить отмену Баленсияга. Компания Баленсияга. Все та же тема использования детей вот в этой всей грязи. Кстати, мне написали, почему я молчу, ничего об этом не говорю. Как вы меня слушаете, это те люди, которые спрашивают про Баленсиягу. Я говорил ни один раз, ни в одном ролике и уже высказывал свое мнение, поэтому, друзья, нужно просто внимательнее слушать. Сейчас там даже запустили целый челлендж. Многие люди, и публичные в том числе, начинают снимать там видео. Помните, как вот это вот сжигать одежду, резать, рвать, выбрасывать. В общем, вот такая вот история. Пока что ничего не ясно. Возможно, Дэм на Гвасале даже и покинет пост, который он возглавляет в компании. А может быть, и компания тоже попрощается со своими всеми преданными любителями Баленсияга. Но я думаю, в любом случае, сейчас им, конечно, нелегко и не мягко говоря, но всякое может произойти. Будем наблюдать. Но я еще раз говорю, я ни в коем случае не поддерживаю то, что они пытались сделать. Я считаю, что когда это касается особенно детей, серьезная компания должна была миллиард раз все перепроверить. Уже мне, поверьте, как человеку, который работал в большой международной компании. Прежде чем что-то кому-то дать, продать, отдать, там столько проверок пройдет. Одни, вторые, 28 человек придет. Это все пересмотрят еще, чтобы не доведи Господь. Не было никаких проблем. Поэтому я считаю, что компании Баленсияга должны были поступить так же. Случайность это или нет, уже это не имеет значения. Скандал есть. Они сделали, даже не знаю, как это назвать. Это недопустимо просто. Ну а что будет с компанией из Демна и Глассалии время покажет. Ни для кого не секрет, что для знаменитостей предновогоднее время это самая горячая пора, когда они рубят баблишко. Самые большие гонорары зарабатываются именно на корпоративных выступлениях под Новый год или в новогоднюю ночь. Но в этом году все изменилось. Некий эксперт уже говорит, что многие артисты из-за нестабильной политической ситуации вынуждены были снизить гонорары. А так они это называют, нестабильная политическая ситуация. Нет, друзья, если вы уж так говорите, то называйте все своими именами. Из-за войны не стали этого делать только самые такие единицы. Например, Алла Пугачева. Вот это я удивился, если честно. Это очень странно, ведь она вообще не выступает. Некий эксперт рассказал следующее. У Аллы Борисовны в этом году нет корпоративов и думаю, что не будет. Дешево она не едет, а дорого никто не берет. На данный момент ценник на 40-минутное выступление Аллы Пугачевой стартует от 20 миллионов. рублей. Вот такая информация появилась от эксперта. Что-то прям хочется мне тут сказать. Попахивает заказухой. Но вот чуть тяжелее ситуация у Кристины Арбакайты. В отличие от мамы Максима Галкина, она не замечена в скандалах. Еще год назад организаторы выстраивались в очередь, чтобы пригласить ее на корпоратив. Но сейчас ситуация резко изменилась. И по поводу Арбакайты эксперт тоже высказался. Вот его цитата. Они с Валерией всегда конкурировали. Заказчики брали либо одну, либо вторую. Но сейчас времена поменялись. Валерия активно работает, а вот Кристину заказывают гораздо реже. Во-первых, у Арбакайты нет новых хитов. Во-вторых, мама и Макс Галкин своими поступками ей все подпортили. Их отъезд напрямую сказался на заработки Кристины. Так считает некий эксперт. А я хочу послушать, что считаете вы. Сергей Бабкин прокомментировал дальнейшее развитие своего творчества. Также он рассказал, откажется ли он от русскоязычных песен. На своих концертах он исполняет те треки, которые считает нужным. Сейчас он мало поет песен из старого репертуара. А русскоязычные песни на многих концертах не использует. Полностью от них Бабкин отказываться тоже не собирается. Вот его цитата. На каждом концерте я пою то, что по моему мнению соответствует моменту. В этом году я действительно исполняю гораздо меньше старых песен. На многих концертах вообще не пою ничего на русском. Потому что так чувствую. Именно так мне подсказывает сердце. Но вообще от любых своих песен никогда не откажусь. Они написаны от всего сердца и отражают то, кем я был в тот момент. Напомню, что с 2016 года он пишет в основном украиноязычные композиции. Но если у него вдруг родится песня на русском языке, он ее воплотит в жизнь. Ну а теперь немного поговорим о нацотборе Евровидения 2023. Значит, жеребьевка определила, что участники будут выступать в прямом эфире национального отбора следующим образом. Под номером один будет выступать Моисей, под номером два Ой, Саунд Систем, под номером три Демчук, под номером четыре Джерри Хейл, пятое Флинка, шестые Круть, седьмой Тембр Пленч, восьмая Ангелина, девятый Ту Стоун и десятый Творче. Финал национального отбора на Евровидение состоится 17 декабря совсем скоро. В целях безопасности конкурс проведут в укрытии, но зрители смогут посмотреть финал вживую на ТВ. Помогут определить победителя национального отбора тройка судей Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Все без изменений. Именно от этих членов жюри выбрали сами люди, когда голосовали в приложении Дия. Также украинцы впервые в истории смогут голосовать за представителя на Евровидение 2023 тоже в приложении Дия. Так что, друзья, в этом году ничего платить не надо, платных смс не будет. Заходим в приложение Дия и голосуйте за того, кого считаете нужным. 17 декабря. Санта-Демополос оправдалась за чаепитие в Версале в день Голодомора. Она объяснила, что выложила в день памяти жертв Голодомора в видео с вечеринки, потому что не читала новости и просто не знала, что это за день. Она очень сожалеет, что опубликовала пост именно 26 ноября, однако считает, что никому этим не навредило. И вот ее цитата. Несколько дней назад я уехала на день рождения подруги, которая преподнесла для нас сюрприз. Я пообещала себе два дня отвлечься, вдохновиться и не читать новости. Совершенно. У меня почти получилось. На следующий день, придя на завтрак и ожидая других, я поделилась видео в своей странице в инстаграм. Мой дневник памяти, где мы в платьях пьем чай и понеслось. Через несколько часов вся наша маленькая компания читала новости о моем цинизме. Сделала ли я плохо, что выставила этот пост? Нет. Совершила ли я ошибку, что выставила именно в этот день? Да. Потому что это был день памяти жертв голодоморов. Моя бабушка пережила их оба, поэтому я очень хорошо помню и мне не нужен какой-нибудь специальный день для этого. Если бы я утром прочла новости, как обычно, и поставила бы этот пост? Нет. Но я никому не навредила и не сделала зла. Каждый заключение. Также она еще сказала, что у нее нет пиарщиков, которые смогли бы по звонку удалить или растиражировать ту или иную новость. Также Санта подчеркнула, что избавилась от синдрома жертвы и продолжает жить, любить, развиваться, в то же время донатить, освещать происходящее в Украине. Так что Санта Демопулос оправдалась за Версаль, а я жду ваших комментариев, а мы двигаемся дальше. Один из самых популярных стриминговых аудиосервисов Spotify подвел итоги 22-го года. Определились наиболее рейтинговые исполнители, песни, альбомы и так далее. Вы знаете, вот самые популярные исполнители это Bad Bunny, Taylor Swift, Drake, The Weeknd и BTS. Я из этих пятерых знаю всех, кроме Bad Bunny. Кстати, Bad Bunny там много где звучал и среди самой популярной песни, и самые популярные альбомы, самые вирусные исполнители. Также там есть Илана Дель Рей. Вот, я думаю, кто такой этот Bad Bunny? Я даже зашел на YouTube, послушал, что он поет, оказалось, что это латиноамериканский, так понимаю, в общем, испанское пение, поэтому, в принципе, все понятно, все нормально, у них всегда были большие просмотры, они всегда были популярны. Кто знает, кто такой Bad Bunny, вы слушаете его или нет? Я для себя его открыл только сегодня. Вышел первый трейлер документалки Меган Игарина Netflix. Нас с вами ждет много архивных фото, их слезы во время интервью, ну и полоскания монарших особ, которые испортили им всю сказку. Так что, друзья, в предвкушении, скоро все мы с вами это увидим. Что же для нас подготовила эта интересная парочка принц Гарри и Меган Марков. Так, появилась информация о том, что Макс Барских и Светлана Лобода якобы перебулись и уже готовы выступать перед российскими зрителями. Правда, они это будут делать, естественно, не в России, за двойной гонорар где-нибудь на других территориях. Вот такая вот информация сейчас. Сейчас это все растаскивается с СМИ в России. Ну, не знаю, насколько это правдивая информация. Что вы думаете по этому поводу? Гонорары мы, думаю, не будем считать. Так все понятно, что это все будет недешево. А сейчас вообще ничего дешевого нет, поэтому ничего удивительного. Вы знаете, даже если будут выступать, я ничему не удивлюсь, потому что я уже сто раз говорил, еще могу миллиард раз повторить, что все публичные люди, они все про деньги и неважно. Понятное дело, что в России они выступать не будут, а если они где-нибудь, предположим, в Казахстане выступят на корпоративе, ну, а что мы можем сказать? Они выступали в Казахстане. Все окей. Мистер Бист стал первым ютюбером, который появился на обложке Форбс. Он также попал в список 30 до 30. По оценкам издания, за прошедший год блогер заработал, сидим, лежим, внимание, 110 миллионов долларов. Мне нужно срочно посмотреть, что он там делает, так сказать, вдохновиться его идеями. Я шучу, конечно, молодец парень, представляете, ютюбер, 110 миллионов долларов. В Чикаго показали световой спектакль к столетию щедрика украинского композитора Николая Леонтовича, если вдруг кто-то не знал. Помните такая вот эта вот песенка, которая часто используется в голливудских фильмах? Щедрик, Щедрик, Щедривочка, Прелы Тела, Ластивочка, Ла, Давайте я лучше не буду петь, а то боюсь сейчас, как Наденька, будете плакать и просить меня заткнуться. В общем, Щедрику сто лет. Спасибо Николаю Леонтовичу за его шедевр, по-другому не скажешь. Мария Максакова вывела на чистую воду Анну Нетрепко. Несколько лет назад Анна Нетрепко рассказывала, что в начале своего творческого пути мыла полы в Мариинском театре, чтобы заработать на пропитание. Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Так она об этом рассказывала в одном из интервью. Но Мария Максакова в эту историю не верит. Она считает, что Анна пытается вызвать к себе жалость рассказами о тяжелых испытаниях. И вот, что она сказала. С самого начала вся эта легенда о том, как она была поломойкой, это, конечно же, вранье. По-моему, ее дед заведовал казачьим хором и все у нее было в порядке и нигде она не побиралась. Вот так уверенно заявила Мария Максакова. Я не знаю, друзья, на самом деле, мыло на пол или нет? Даже если мыло, что здесь такого? Мне кажется, каждый из нас когда-то начинал с низов, каждый из нас проходил сложный путь. Особенно, я думаю, многие помнят и 90-е, эти жуткие года. Это кошмар вообще был. Мне кажется, они бандиты, только хорошо жили, все остальные выживали. Композитор Руслан Квинта рассказал и всем объяснил, по какой причине София Михайловна Ротару публично почти ничего не говорит о войне. Он считает, что свою позицию она выражает по-другому. И вот его комментарий. У нее, как и у меня, есть с кем общаться. Я вообще не люблю этого всего показушного. И до войны я жил в своем творческом мире. Есть люди, которые себя распиливают на разные пиар истории. Хайп на этом ловят, хейтят и так далее. А я свою энергию разбрасывать не хочу. София Михайловна очень скромный человек, такой же, как и я. Она не любит давать интервью, и я тоже не люблю этого делать. Не любит сниматься в программах, я тоже. Мы в этом с ней похожи. Вот такие вот комментарии от Руслана Квинта. Напомню, это очень известный композитор. Он столько хитов написал. Конечно, он много писал для Софии Михайловны Ротару. Но, кстати, он прав. Давайте реально вспомним. София Михайловна Ротару никогда не была ни на каких ток-шоу. Она никогда не давала нигде комментариев, интервью. Ну, в общем, редко где-то ее могли зацепить. Буквально на два слова она поулыбалась и быстренько в машину и уезжала. Нигде она никогда не участвовала ни в каких историях. Поэтому вот так. Еще немножко новостей про Светлану Лободу. Помните история с Литвой. Хотели ее отменить. Персона нон-грата. Она потом это все опровергла. Сказала, что очередная заказуха против нее. И вот все-таки появляется информация, что несколько концертов Светланы Лободы в Литве таки отменили. Якобы неоднозначна репутация и ненадежность артиста. Вот такая была причина. Данную информацию подтвердила представительница одного из концертных залов, где должна была выступать Лобода. Все-таки отменили какие-то концерты. Маск заявил, что в рамках его нового стартапа через полгода начнется тестирование нейрочипов на людях. А я вам говорил, время летит. Импланты будут сживлять роботы-хирурги. Человек с таким чипом сможет, например, печатать на своем смартфоне силой мысли, изначально стартап создавался для лечения людей с нарушениями зрения, но исследования вышли далеко за эту область. В общем, Маск демонстрировал даже, как обезьяна с сживленным в мозг чипом двигает курсор силой мысли. Так что через полгода Илон Маск нам хочет чипы в голову вставить. Ой, вы знаете, я не удивлюсь вообще ничему. Время меняется со скоростью света, и это точно не просто так. Поживем, увидим. Главное, чтобы все были живы. Очередной публичный человек тоже покидает твиттер. На этот раз Джим Кэрри. Он уходит из твиттера, оставив своим фанатам на прощание анимационный ролик, основанный на его картине, на которой изображен сумасшедший смотритель маяка. Вот такая вот причина. Ну, вы поняли, что он тоже недоволен Илоном Маском, тем, что он там сейчас устраивает. В общем, история такова. Илон Маск сейчас купил твиттер, Раньше там была цензура, модерирование. Он сейчас поувольнял огромное количество людей, набрал новую команду, и он хочет из твиттера сделать такую полноценную свободную сеть, где нет цензуры, где нет табу. То есть, люди могут выражать свои мысли, и неважно какие. Именно по этой причине он разблокировал и Дональда Трампа, и Канни Уэста, и так далее. Хорошо это или плохо, давайте с вами разберемся. Как вы считаете? Но с другой стороны тоже, твиттер такая интересная платформа, значит они блокируют людей за какое-то мнение, и не важно даже, точнее как бы это важно, да, я имею ввиду, что мнение, да, то есть, ну человек там любит Гитлера, образно говоря, Канни Уэст, это странно, но это же его любовь, правильно, я же не могу на это никак повлиять. Ну по крайней мере благодаря тому, что есть твиттер, он об этом сказал, и у нас есть с вами прекрасная возможность сделать свои выводы и посмотреть на человека другими глазами. Но с другой стороны тоже такие двойные стандарты, то есть говорить нельзя ничего, там они все модерировали строго, да, хорошо это или плохо неважно, а с другой стороны порнуха по полной программе в твиттере, ребят, как это все соединить в одно целое, я не понимаю, для меня твиттер это что-то странное, честно, как вы считаете, правильно ли делает Илон Маск, что сейчас дает свободу действий и слов в твиттере, жду ваших комментариев. Легенда футбола Пиле снова госпитализирован, у него диагностировали генерализованный отек тела, который включает в себя сердечную недостаточность и спутанность сознания. Давайте пожелаем ему скорейшее выздоровление, чтобы все было хорошо и он снова вернулся к любимым, к родным домой. По данным годовой аналитики Яндекс.Музыки, самыми популярными исполнителями в России стали, внимание, номер один Анна Асти, Мияги, Эншпиль и Егор Крит. Так что, как видите, сначала была номер один Лобода, а теперь номер один Анна Асти. Вот такая вот история. Бардаш ответил солисту группы Little Big, который раскритиковал песню Виталия Гагунского. Это было все в том же интервью у Ирины Шихман. Значит, Виталий Гагунский в День народного единства выпустил песню под названием Россия. Напомню, Виталий Гагунский родом из Украины. Но это так, чтобы просто, если вдруг не знал. Многие поклонники, конечно, пришли в восторг, но Илья Прусикин очень так достаточно жестко высказался по этому поводу. А музыкальный продюсер Виталия Гагунского оказывается Юрий Бардаш. Он ответил, что он думает по этому поводу. К такому выпаду со стороны Ильи Прусикина я отношусь прекрасно. Тело выздоравливает, паразиты бесснуются. Little Big это абсолютно вторичные ребята. Все мы знаем группу Die Antwoord. Там и звук хороший, и ребята поподрее во всех смыслах. Когда-то я так же хотел, как и эта группа уезжал в Америку, чтобы начать все с чистого листанта. Мой совет ребятам, пусть не плюют в колодец, совсем скоро иллюзия себя проявит, и они захотят домой больше всего на свете. Жечь мосты не стоит. Ой, слушайте, товарищ Юрий Бардаш, я бы вам, ваш совет тоже бы предложил бы им воспользоваться. Вы же то же самое сделали. Шановны. В Украине, когда говорят шановны, это значит ничего хорошего. Господи, прости. Ой, Юрий Бардаш, кстати, друзья, кто-то видел Виталия Гагунского в образе? Вы знаете, когда я послушал в интервью у Ирины Шихман про эту историю, мне стало интересно. Я зашел на YouTube и посмотрел, что же там, о чем они говорят. Я понял, о чем говорил Илья Прусикин. Подписываюсь под каждым словом. Это кошмар какой-то. Не потому, что песня называется Россия, вообще не об этом. Я про образ Виталия Гагунского. Это что вообще было? Это куда? Это зачем? Зачем делать пародию на советских певцов с того времени, с 20 века? Мне это вообще не зашло. Может, кому-то понравилось? Ну, это нормально. У нас, как говорится, разные уши, разные глаза. Комментируйте, друзья. Так, появилась информация о том, что Федор Смола, футболист, расстался с внучкой Ельцина, Мария Юмашевой. Причина разрыва отношений пока что неизвестна, однако кажется, что Мария Юмашева не сильно-то и расстроилась и уже нашла себе нового бойфрена. Так что все у нее хорошо. Если вдруг кто-то не знал, Федор Смола встречался с внучкой ныне покойного Ельцина. Егор Крит заявил, что хочет стать отцом, но до сих пор не нашел достойную девушку, достойную его. Вы же понимаете, что это пусть и бой и просто... Может им с Киркоровым вместе сойтись? Мне кажется, будет идеальная пара. Вот что он сказал. Я уже не могу стать молодым отцом. Мне кажется, я в каждый момент был к этому готов. Просто сложно найти маму, в которой ты будешь уверен. Пока что каждое отношение заканчивается мыслью. Спасибо, что не от нее. Мне кажется, все-таки они с Киркоровым идеально подойдут. Там такое эго, они бы поконкурировали. Константин Богомолов устал от вопросов о том, собирается ли он покидать родину вслед за многими коллегами или нет. И вот что он ответил. Он посвятил этой теме целый пост в инстаграме. И вот что он сказал. Я коротко только скажу. Нет, у меня нет причины уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на земле. Так что, Константин Богомолов никуда не уедет. На этом новости из мира шоу-бизнеса и не только все. Но у нас с вами, как вы знаете, есть прекрасная, замечательная рубрика хороших, добрых новостей, которая нам просто так необходима, как глоток свежего воздуха. Я бы даже сказал, как кислород, которого нам сегодня так не хватает. Чистого, хорошего кислорода. Все это будет. Но перед тем, как мы перейдем к этой замечательной рубрике, пожалуйста, не забудьте убедиться, что вы поставили лайк, что вы что-то написали в виде комментария. Ну и конечно же, что вы подписаны на этот канал. Всем, кто это сделал и всем, кто это сделает, большущие вам меня спасибо. Ну а теперь врываемся в рубрику добра. Я так, знаете, сижу записываю, простите, вставочка, у меня глаза уже закрываются и просто засыпаю на ходу. Так что, если я вдруг тут что-то опять наляпал, непонятно что, не обессудьте, просто у меня уже частично мозг спит, а я еще пытаюсь работать. Погнали. Собака-арбуз стала самой милой достопримечательностью в Двилиси. Бродячая дворняжка приобрела неожиданную популярность из-за своей забавной фигуры. У нее даже появилась собственная отметка в гугл-картах, под которой люди пишут приятные отзывы. Одна из жительниц района рассказала, что красотку еще во время пандемии прикормила местная бабуля и даже соорудила для хорошей девочки бодку из картона. Вот так вот. Достопримечательность. Кто был в Двилиси? Я, кстати, никогда еще не был, но очень хочу и обязательно побываю и в Двилиси, и в Батуми. Это у меня есть планы. А это история про необычную дружбу между попугаем и хвостиком. Хаку, так звать попугая, раньше его обижали люди, поэтому он стал просто-напросто бояться и никому не доверял. Однако вскоре попугай подружился вот с этой замечательной собачкой, которая помогла вернуться ему к обычной нормальной жизни. Она вселила в него веру и дала понять, что если кто-то обидел, это не значит, что нужно замыкаться, потому что вокруг есть замечательные и прекрасные люди вот с таким большим сердцем, которые любят и творят добро. Большое спасибо и хвостику, и хозяину. Туристы помогли обнаружить ученым неизвестного котенка леопарда. Фотоловушку путешественники установили во время экскурсии по заповеднику. На видео попала мама-кошка, которую видели до этого лишь однажды. И о том, что она обзавелась потомством, ученым известно не было. И каково же было их удивление, когда в кадр забежал этот красивый, пятнистый малыш. А мы с вами, как всегда, любуемся и улыбаемся. 22-летний пес попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая собака из ныне живущей. Джина родился 24 сентября 2000 года. Хозяин собаки считает, что секрет долголетия питомца связан с правильным питанием и регулярными осмотрами у ветеринара, а также с активностью, путешествиями и любовью к жизни. Так держать, хочется сказать. 22 года. Еще все впереди, пусть живет и живет. Что это за белый пушистый комочек, наверное, многие хотят спросить. Перед вами птенец дымчатого лягушкорота. Такие птицы проживают в Австралии на острове Тасмания. Этот же малыш выпал из гнезда, но отыскать его семью, к сожалению, не удалось. Поэтому птенчика передали в заботливые руки специалистов из заповедника. Птенца прозвали стручком и когда он подрастет, его выпустят на волю. Спасибо большое, люди, за то, что помогают, восстанавливают, выхаживают. Еще одна история со счастливым концом. С счастливой и комфортной жизни достойны не только люди, а, конечно же, и животные. Этот барашек жил в контактном зоопарке. Там ему не давали покоя люди, да и условия жизни у него были, мягко говоря, не очень. К счастью, неравнодушная девушка забрала бедное животное, сделала все для того, чтобы барашек был счастливым. И у нее это получилось. История с хэппи-эндом. Я тоже не люблю контактные зоопарки, вообще я против всех зоопарков, но я понимаю, что иногда животным по-другому никак. А это веселое видео, на котором вы видите семейство пяточков, которое вышло на дневной променад. Погулять по лесу, посмотреть, что вокруг происходит. Вот так, просто идешь себе, гуляешь в лесу, а тут они, пяточки. Самое главное, чтобы прошли себе дальше гулять и не трогали никого. Ну и напоследок еще одна хорошая история. Самка пустельги оставила свою семью, поэтому все обязанности по воспитанию птенцов легли на самца. Знаете, тот случай, когда мать кукушка, к сожалению. Но самое главное, что в этой истории папа, который не оставил своих деток, он поначалу, конечно, не понимал, как успокоить их. Они кричали, звали маму. Как говорится, мама-то понимает, что делать. Он пытался их кормить, приносил им еду, они не ели. А потом он понял, что нужно ее разрывать на кусочки и кормить. И тогда все пошло замечательно. Вот такая вот вам история, когда папа выполняет роль и мамы, и папы. И самое главное, что дети не остались сиротками. На этой прекрасной позитивной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск. Наконец-то, хочу сказать, потому что уже, по-моему, скоро вставать надо. Я, правда, очень устал, но я так счастлив, что мне дальше удается делать то, что приносит удовольствие вам. Потому что я всегда получал радость и эмоции от того, что я видел счастливые глаза других людей. И ваши глаза, я, конечно, не могу видеть, но я их чувствую. Я их вижу через ваши сообщения, то, что вы пишете, через ваше общение. Большое спасибо вам. У нас классный такой симбиоз с вами. Или, как говорят по-модному, коллаборация. Всем добра, мирного неба над головой. Впереди выходные. Я вам всем желаю их провести так, как вы хотите. Чтобы все было хорошо, отдохните. Все, кто болеет, обязательно выздоравливайте и вообще никому не болеть. Всех именинников и именинниц. Я поздравляю с днем рождения. Будьте счастливы. Пусть в вашей жизни все будет. Вот абсолютно все. Даже больше, чего вы хотите. Потому что каждый человек в этом мире заслуживает на счастье и на прекрасную жизнь в мире. Я вам всем этого желаю. До завтра. Пока-пока. Пока-пока.